с ивентами хреново происходит беда любой из вечеров бокса и тут трудно как-то и в чем-то возразить если влад постоянно а вот у фрэнка уоррена под контролем все он делает бокс профессионально зело и главный бой как золотой венец где карлос повержен а джо джойс молодец мы поиграли слегка в креатив словно усталость с лица нашего смыв новый выпуск зерин шоу к вам навстречу идет и в нем каждый что-то свое для себя непременно найдет приветствую всех любителей высокого искусства самозащиты и сладкой науки нанесения мощных а самое главное акцентированных ударов прошедший уикенд получился опять кардинально противоположным предложим нам весьма мощный диссонанс между шапитошными драками и реальными поединками и для того чтобы понять что же творили влад хренов и фрэнк уоррен я юрий нестеренко приглашаю вас войти на территорию четвертого сезона за ринг-шоу где мы говорим о боксе только о боксе и ни о чем другом кроме бокса и так давайте-ка для начала обозрим вечер бокса а точнее центральные поединки вечера бокса от одиозного влада хренова который он представил четверг 22 июля натягивая этот ивент на типа международный праздник бокса который таковым на самом деле не является но хренову а бы повод был чтобы хоть что-то провести причем о самом качестве бокса он-то не сильно и заморачивается открыл таковой вечер бокса 10 раундовый поединок в первом легчайшем весе где михаил алаян вымучил победу противостояние с мчанья йохана и это лишний раз доказывает что любой поход алаяна за реальными они дутыми чемпионскими поясами обречено на провал у алаяна мы увидели все ту же боязнь построение атак либо создание выгодных для себя ситуаций для проведения последующих атак ну и даже банальная работа на челноке который славился алаян также тяжело ему давалось он больше путался в передвижении нанесение ударов показывает чудовищную раскоординацию при этом удары мчане были куда более акцентированными и тяжелыми нежели истеричные тачки поглаживания от алаяна и больше всего убил результат поединка в котором все трое судей отдали победу алаяну со счетом 99 91 что было не совсем по бою ну как минимум ничья это с большой натяжкой именно для алаяна но самое главное что эта победа подарила мише пояс чемпиона бойцовского клуба рэн тиви такого же бессмысленного как его профессиональная карьера в главном поединке андеркарта мы могли лицезреть беспредел в исполнении эдгара гукосяна долбившего своей головой голову своего соперника риарда вильяльба словно дятел сухое дерево гукосян после того как понял что рикарда не приехал сливать поединок начал быковать в попытке забросать соперника своими ударами но получил от рикарда довольно таки жесткую ответку заставившую эдгара понять его ударной мощи и техники не хватит для победы а значит он вынужден был креативить и в своем креативе он не придумал ничего лучшего как использовать свою голову в качестве третьей варежки причем он бил головой абсолютно не стесняясь и даже не стараясь хоть как-то скрыть свой криминал и если в третьем раунде рефери простил ему нарушение правил боя то в начале четвертого просто вынужден был сделать замечание однако это не возымело никакого действия на гукосяна и он в середине четвертой трех минутки снова бьет головой в лицо вильяльба который упав на вас показывает насколько ему во первых больно во вторых обидно и поединок он собственно говоря продолжать не собирается поэтому бой был остановлен а рикардо вильяльба был признан победителем и самое дикое было уже после остановки боя когда гукосян удивился одеска чего поединок то остановлен можно же было отдать победу мне техническим нокаутом ведь соперник не может продолжать бой ну и влад хренов офигевший от того что вакантный титул чемпиона азии по версии wb первом средневесе улетает в аргентину начал лепетать о том что хорошо бы было провести матч реванш и лучше не затягивать с этим а сделать это прямо сейчас вот здесь вот непосредственно вот в этом ринге в общем бред несли все и это вместо того чтобы просто отобрать лицензии у гукосяна на полгода да еще и штраф ему выписать лишив гонорара за проведенный грязный поединок но увы подобное хамство гукосяна в ринге так и останется безнаказанным и в майн-ивенте мы увидели поединок за вакантный титул чемпиона азии по версии wb в хеви это был второй поединок для мурата гасиева в тяжелом весе и второй бой который выглядел как цирковое представление соперник мурата микаэль вали сразу дал понять что вести бой жестко и главное стремиться в нем победить от не собирается у михаэл включил заднюю постреливая джебом который не долетал до гасиева если и долетал то никакой разрушающей мощи за собой не нес мурат был готов закончить поединок уже в конце первого раунда когда дважды акцентировал удар правой через левую руку микаэля но самого удара он так и не нанес победа нокаутом в первом раунде как и победа в прошлом поединке над нурис и фри вызвало бы более широкую улыбку на лицах фанов поэтому гасиев дотянул поедина до конца четвертого раунда где двумя ударами довольно таки последовательными правой уронил филей валиша на канвас а когда тот поднялся просто забил его вынудив рефери юрия копцева зачем-то остановить поединок вместе с гонгом хотя принципе юрий мог позволить мурату нокаутировать валиша в пятом раунде но это еще одна победа гасиева и она полна бессмысленности поскольку кто будет его следующим соперником и какому будущему гасиев стремится с таким промоушеном вот это для нас полная загадка и вы спрашиваете дескать зачем мы показываем вам подобное вечера бокса ответ более чем прост мы должны вам показать плохое чтобы вы могли отличать его от хорошего наша миссия в просвещении любителей бокса вам будут говорить о чемпионском поединке и титуле который на самом деле никому не нужен и если ли он стоял на кону то год назад в таком же точно отстойном противостоянии а его престиж находится на уровне канваса и когда вам снова будут рассказывать о великих боксерах и великих боях и великих титулах вы уже точно будете знать и понимать вам пытается втюхнуть дикую хрень и когда вас будут обманывать вы поймете насколько же жалкими будут те кто втирает вам вот эту самую полную дичь вот для этого мы и анализируем подобные ивенты и подобные поединки ну а теперь о хорошем то есть о настоящем боксе который и представил фрэнк уоррен на лондонской ss и арена обозревать все титульные поединки мы не будем а просто пробежимся по ним и так крис бург впервые защитил свой титул интернационального чемпиона по версии wbc в первом полулегком весе победив на картах всех трех судей джеймса бича джуниора которому не хватило ни технического класса не ударной мощи в общем ничего не хватило для того чтобы хоть как-то оппонировать крису односторонний бой и более чем убедительная победа чемпион британии и содружества наций в полусреднем весе крис дженкинс провалил вторую защиту своих поясов летев техническим нокаутом в восьмом раунде экоу эссуману поединок шел ни шатка ни валка пока на 20 секунде восьмого раунда в ленивом обмене эссуману не удалось перехватить атаку и достать дженкинса тяжелыми ударами и потрясти его продолжив избиение последующие 20 секунд утопавшего в гроге криса который даже сопротивляться не мог вынудив рефери остановить бой в главном поединке андеркарта чемпион европы по версии WBO в первом среднем весе Хамса Шират в третий раз отстоял свое чемпионство с победой в пятом раунде над Эзекиле Гурио Хамза за четыре раунда боя здорово прогрузил этажи Гурио так что его связка в конце второй минуты пятого раунда это левый боковой по печени и левый апперкот были той жирной точкой которая поставила конец этому поединку и вот теперь мы приготовили для вас самое вкусненькое и самое сладенькое это два поединка которые следует рассматривать в плане будущего хэви вейт и первый поединок это противостояние проспекта тяжелого веса Дэвида Аделейде и оппонентом Ладена Манева мы уже видели проспектов хэви вейт по ту сторону Атлантики это Эфе Акджаба и Джаред Андерсон а вот в туманном Альбионе таковым является только Дэвид Аделейе и можно его считать будущим хэви вейт именно в туманном Альбионе ну теперь поединку Манев выполнил роль мальчика для битья время от времени пытаясь изображать героя своими бросками вперед но будучи большую часть раунда открытым он становился жертвой тяжелых правда не всегда акцентированных ударов от Дэвида Манев достоял до начала четвертого раунда пока не начал пропускать все больше и больше в конце первой минуты он пропустил апперкот правой от Дэвида и показал рефери дескать я травмирован рефери не отреагировал на эти действия Манева и тот пару раз пытался то стать на колено то вдруг отказывался и решил продолжать поединок игра в неопределенность привела к тому что Манев был забит у канатов по которым исполз на канвас героически поднявшись но только для того чтобы спустя десяток секунд снова оказаться на канвасе и отказаться от продолжения боя ну и да я соглашусь с вами что Аделея сырой и не всегда контролирует бой но все равно мы к нему будем присматриваться ну во первых все все те недостатки которые у него есть можно исправить ну а во вторых парней нокаутеров хэви вейд таких размеров и таких бицух не так уж и много и в главном поединке вечера бокса Джо Джойс победил техническим нокаутом Карлоса Такама отстояв титул из серебряного чемпиона по версии WBC интернационального чемпиона по версии WBO а также титул чемпиона Содружества нации в тяжелом весе бой показал что по сравнению с компактным и постоянно двигающимся и комбинирующим такамом Джойс выглядел большой поломанной механической куклой которая не может работать взрывными спуртами на средней и ближней дистанциях скорость ударов Джойса что на дальней что на средней что на ближней дистанциях была одинаково медленной а вот это позволяло Карлосу довольно уверенно работать компактными комбинациями серии по раунд Джойса а сближаясь Карлос наносил широкие удары левой и правой которые слава Богу для Джойса или не долетали или же если долетали то уже на исходе траектории и что не позволяло им сохранить вот эту самую взрывную ударную мощь но во втором и в четвертом раундах Карлос заставил Джойса выглядеть несколько побитым и Джойс пропускал много неоправданно много ударов которых вполне мог избегать но и такам пропускал много позволяет тоннажу ударов Джойса накапливаться на своей голове все закончилось в начале шестого раунда когда случайная связка правой левой правой заставила ноги Карлоса подкоситься и позволит Джо броситься его добивать заставив рефери Стива Грэя остановить бой на 36 секунде от начала раунда естественно что Карлос был весьма недоволен решением рефери но скажите пожалуйста кого его недовольство вообще уже интересовало и да в ответ на упреки дескать а чего было останавливать бой ответим Карлос проиграл бы если не в четвертом то в пятом раунде и уж слишком много ударов посыпалось на него естественно нам бы хотелось увидеть нечто подобное как противостояние такама против Деррика Чесоры когда преимущество на картах судей Карлоса семи раундах было нивелировано Чесорой в восьмом виде нокдауна и нокаута но увы в этот раз тем кто пришел смотреть не на бокс а на нокаут не повезло победа Джо Джойса дает ему возможность занять место Александра Усика после 25 сентября в качестве обязательного претендента на проведение боя за титул чемпиона мира по версии WBO но мы уверены что еще увидим Джойса в ринге до его титул шота и нам бы хотелось очень увидеть второй бой Джойса и Даниэля Дюбуа теперь от обзоров поединка прошедшего уикенда давайте-ка перейдем к маленьким новостям большого бокса в легком весе по-прежнему не стоит ожидать интригующих и зрелищных боев так что нам придется по крайней мере пока придется наблюдать за тем бардаком который там творится так чемпиону мира по версии WBC Дэвин Ухэйни по-прежнему не назначили обязательную защиту его чемпионского титула напомним что первый претендент Райан Гарси ушел в тень сославшись на психологические проблемы а вот появление второго претендента коим стал Джо Джойс после победы над Хавьером Фортуна также как-то не способствует тому чтобы руководство WBC безапелляционно заявило дескать Хэйни должен провести защиту против Диаса и это самое руководство WBC продолжает играться в иллюминейшев рассматривая вариант проведения боя Райана Гарси против Джозефа Диаса где победитель таки должен стать обязательным претендентом и тут вопрос только лишь у меня создается впечатление что опростоволосившегося Райана пытается вытянуть из болота за уши пожертвовав Джоджо Диасом поскольку Райан Гарси особенно в паре с Саулем Альваресом является собой куда более коммерческо выгодный проект нежели Диас за спиной которого никто из сильных мира сего не стоит и если мы вспомнили о Сауле Альваресе то его адвокаты получили проект контракта на бой против Калеба Плэнта что должен состояться 18 сентября организатором этого поединка выступит промоутерская компания Элла Хэймана премьер боксинг чемпионс а сама трансляция пройдет на пар пэрвью Fox Sport напомню что в этом поединке победитель получит право обладания всеми четырьмя титулами чемпиона мира во втором среднем весе и как мы и предполагали быстрого матча реванша между Жермелом Чарло и Брайаном Кастанья увы не будет дело в том что чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Брайан Кастанья подтвердил руководство всемирной боксерской организации о своей готовности проведении защиты своего титула в противостоянии с первым номером рейтинга WBO Тимофеем Дзюм теперь решение за комитетом по проведению чемпионских поединков который и должен сначала лицензировать Тимофея как обязательного претендента а потом и санкционировать сам поединок Кастанья против Дзюм а относительно Жермела Чарло то комитет по проведению чемпионских поединков международной боксерской федерации дал 30 дней для достижения всех договоренностей по организации поединка чемпиона мира по версиям WBC WBA Super и IBF Жермела Чарло против обязательного претендента на титул по версии IBF Бахрама Муртазалиева который находится в этом статусе с ноября 2019 года и уже дважды соглашался на откупные для того чтобы Жермел провел свои поединки сначала против Джейсона Росарио а потом и против Брайана Боб Арум выразил надежду что ничто и никто не помешает проведению поединка чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе Терренса Кроуфорда против двукратного чемпиона мира в этой весовой категории Шона Портера этот поединок напомню недавно санкционировал комитет по проведению чемпионских боев всемирной боксерской организации по словам Боба Арума исполнительный директор его промоутерской компании Топранк Тодд Дюбеф проведет переговоры с представителями премьер боксинг чемпионс чтобы прийти к решению что удовлетворит обе стороны для этого у команд боксеров есть 30 дней и если договориться не удастся то все закончится промоутерскими торгами в которых финансовое преимущество конечно же у Элла Хеймана также Боб Арум предложил стриминговой платформе триллер провести поединок чемпиона мира по версиям IBF WBA Super и WBO в легком весе Теофима Лопеса и претендента на его титул чемпиона по версии IBF Джорджа Камбососа на телеканале ESPN напомним что сейчас права на организацию этого поединка принадлежат платформе триллер что заплатила за них 6 миллионов долларов изначально поединок должен был состояться 5 июня потом 19 июля затем 14 августа и когда же он состоится непонятно команда лопеса наняла известного юриста поэта инглиша направившего в IBF письмо с требованием обязать триллер провести бой в сентябре или признать компанию таковой что не может выполнить своих обязательств по организации этого боя правда в этом случае права на проведение поединка перейдут к матч рум боксинг которая в торгах заняла второе место но по мнению Боба Арума Эдди Хирну нет необходимости ввязываться в этот гешефт и Эдди с радостью передаст права на организацию боя топ ранг обыкновенный чемпион мира по версии WB в легчайшем весе Гильермо Ригондо поставлен перед выбором либо он откажется от своего титула ради назначенного на 17 августа поединка против чемпиона мира по версии WBO Джона Риэля Касимера либо сохранит титул но в этом случае WBO не станет санкционировать бой в качестве титульного недавно президент WBO Франциско Валкарсель заявил что организация не может признать бой Касимера и Ригондо объединительным так как подобный поединок может быть проведен только против обладателя титула супер чемпиона по версии WBA в любом другом случае Ригондо ради поединка против Касимера должен будет отказаться от своего чемпионского титула и подать заявку на вхождение в рейтинг всемирной боксерской организации на что Гильермо вряд ли согласиться 26 июля 1973 года родился Хуан Карлос Гомес ставший золотым призером чемпионата мира среди юниоров 1990 году а вот на профессиональном ринге Карлос владел титулом чемпиона мира по версии WBC в Крузервейд и так и не смог достичь реального величия в первом тяжелом весе не после перехода в Хэви Вейд он отличался безответственностью и удивительным самомнением о себе и своих силах а вот 27 июля 1931 года на арене Мэйрс Болл что в Нордбредок Пенсильвания Мелоди Джексон нокаутирует в раунде Элла Явина сразу после победы Мелоди Джексон изменил свое имя и фамилию назвавшись Генри Амстронгом именно под этим именем он стал чемпионом мира в полулегком и полусреднем весе и не будет лишним напомнить что в этот день родились в 1957 году двукратный чемпион мира в Хэви Вейд Тим Тирибле Визерспун в 1979 году четырехкратный чемпион мира в трех весовых категориях Хорхе Травиеса Арсен 29 июля 1870 года родился будущий чемпион мира в легчайшем и полулегком весе Джордж Литтл Чоколад Диксон а вот 30 июля 1900 года родился будущий чемпион мира в легком весе Джонни Гудрич а в этот день только 1955 года родился чемпион мира в легком весе Джимми Хилмер Кентин 31 июля в Сан-Франциско Калифорния Стэнли Титчел впервые защищает свой титул чемпиона мира в среднем весе победив Хьюго Келли нокаутом в третьем раунде 1 августа свои дни рождения отмечают родившийся в 1901 году Франциско Вильяруэль Гильедо ставший под именем Панча Вилья первым профессиональным боксером из Филиппин завоевавшим титул чемпиона мира в легчайшем весе 1902 году родился чемпион мира в полусреднем весе Пит Ян Коэнси Латса 17 году родился Питер Доната Скальца или Питер Грик Скольцо владевший титулом чемпиона мира в полулегком весе и в 1952 году родился чемпион мира в тяжелом весе Тревор Бербик Тедди Атлас или Теодор Абрахам Атлас родился в семье врача Теодора Атласа и модели Мэри Райли Атлас 29 июля 1956 года родившись в богатой семье и проживая в весьма престижном районе Нью-Йорк-Сити Стейтен-Айленде Тедди показал себя бунтарем тогда в Америке начались различные молодежные революции социальные, музыкальные, сексуальные и другие прочие и быть бунтарем было чрезвычайно модно а вот боксом Тедди начал заниматься в 12 лет тренируясь в полицейской спортивной лиге но спорт не унял агрессию Тедди и он, бросив среднюю школу, впал, как говорится, во все тяжкие что и привело его в тюрьму за вооруженное ограбление где он знакомится с Кевином Руни еще одним забиякой, уже тренировавшимся у Каса Дамата Кас Дамата, пришедший вызволять Кевина согласился взять под опеку и Тедди, ведя его в свой Каскеллбоксинг-клаб под руководством Каса Атлас стал победителем национального турнира «Золотые перчатки» в 1976 году после чего планировал дебютировать на профессиональном ринге только вот травма спины, полученная Тедди в автомобильной аварии наложила крест на его карьере боксером что послужило нервным срывом в котором Тедди уходит от Каса Дамата отказавшись от его предложения стать тренером Атлас снова возвращается к пьянству и постоянным конфликтам и после одного из таких он был наказан тем что ему разрезали левую половину лица от височной доли до нижней челюсти ножом это потребовало более 400 наложенных швов ну а после этого инцидента на лице Тедди остался характерный шрам подобная ситуация успокоила демонов Атласа и он вернулся к тренерской работе также он вернулся к Касу Дамата Атлас был одним из тренеров национальной олимпийской команды США по боксу 1980 года а вот в 1982 году, когда в клубе Каса появился Майк Тайсон Тедди выполняет обязанности его второго тренера подменяя первого тренера Тайсона Кевина Руни и надо понимать, что в отличие от Руни Атлас был всего лишь тем, кто держал лапы выполняя указания Дамата в том же году Атласа скандалом уходит от Каса после конфликта с Тайсоном дело в том, что 15-летний Тайсон ущипнул 11-летнюю племянницу Атласа за ягодицы Тедди в гневе приставил к виску Тайсона револьвер и приказал ему никогда не прикасаться к членам его семьи собственно, в результате этого конфликта Кас и выгнал Атласа после изгнания Тедди перебивается работой тренера работой инструктора в постановке мюзиклов на Бродвее и постановке боевых сцен для кинофильмов ну, впрочем, и сам снимается в эпизодических ролях и вот, оказавшись в окружении богемы Атлас был рекомендован руководству телеканала ESPN где и становится комментатором вечеров бокса которые транслировались на ESPN по средам и пятницам также Тедди комментировал олимпийские турниры по боксу на телеканале NBC с 2000 по 2016 годы на телеканале ESPN Атласа дважды отстраняли от работы в прямом эфире в первый раз 5 января 2008 года когда Тедди начал сыпать в прямом эфире угрозами исполнительному директору ESPN Sport Дагу Лафри обвиняя его в том, что якобы Лафри находится в сговоре со своими друзьями-промоутерами которые уводят боксеров у других промоутеров обещая им трансляции поединков на весьма популярном ESPN а вот в декабре 2017 года после почти полугодовых разбирательств Атлас был отстранен от работы после того, как практически в прямом эфире обматерил самих судей их решение поединка Мэнни Пакьяо против Джеффа Хорна как тренер Атлас был одновременно удачен и не очень он работал с контендером Крисом Рейдом Тимоти Брэдли для поединка против Риаса он работал 7 поединков с Майклом Мюрером 9 боев с Майклом Грантов 6 боев с Александром Поветкиным и 3 боя с Александром Гвоздиком в работе с Майклом Мюрером Атласа обвиняли в том, что он унижает Мюрера но сам Тедди говорил, что это была якобы мотивация а вот в работе с Поветкиным для поединка против Владимира Кличко Атлас сказал, что Поветкин не готов к бою что 4 миллиона долларов для Поветкина мало так что Александр должен отказаться от поединка против Владимира а поединок Александра Гвоздика против Артура Беттербиева заставил нас задаться вопросом для чего нужен был Гвоздику Тедди Атлас подводя итог, можно сказать Атлас весьма харизматичен и одиозен как человек и комментатор который не любит, когда ему перечат либо пытается заставить делать то, что он считает ненужным этим и вызваны его постоянные конфликты со всеми и вся сейчас Тедди Атлас является приглашенным аналитиком для различных телеканалов он работает в своем благотворительном фонде принимает участие в различных боксерских шоу и ведет свой канал на YouTube в своих письмах, которые вы адресуете нам на адрес нашей электронной почты а также в мессенджерах Telegram и Viber вы задаете нам вопросы, на которые мы отвечаем уже в выпусках The Ring Show в этот раз вас интересует вопрос как в истории бокса менялось количество раундов и для этого снова придется вернуться в те годы когда свое действие начали правила бокса от Джека Бронтона а это 1743 год тогда количество раундов не было ограничено впрочем, как и отсутствовало какие-либо временные рамки понятия раунда или боя раунд завершался тогда, когда один из бойцов был сбит на землю после этого секунданты обязаны были оттащить бойца в его угол и оказать ему помощь в течение 30 секунд по истечении этого времени судья выкрикивал время и в последующие 8 секунд секунд секунданты должны были покинуть ринг а сам боец должен был выйти в центр ринга и стать напротив своего соперника после чего начинался следующий раунд таким образом продолжительность раунда могла быть очень разная а сам поединок заканчивался тогда, когда один из бойцов не мог занять место напротив своего соперника и продолжить бой и в лондонских призовых правилах, вступивших в силу в 1838 году ситуация с количеством и продолжительностью раундов не изменилась а вот в правилах маркиза Куинсберри, принятых в 1867 году раунд получил четкие временные рамки в 3 минуты с минутным перерывом между раундами а само количество раундов в поединке оговаривалось между самими боксерами или же членами их команд это могло быть 6, 8, 10, 20 либо 25 раундов надо заметить, что лондонские призовые правила и правила маркиза Куинсберри действовали параллельно, пока в 1882 году последние не стали основными и официальными в 1920 году после принятия закона Уолкера количество раундов в бою полностью лежало на договоренностях между промоутерами, менеджерами и опять-таки самими боксерами поединки, которые являлись показательными или ярмарочными длились по 6-8 раундов если же поединок считался чемпионским, то его продолжительность могла составить 10, 15 или 20 раундов но к 30-м годам практика проведения чемпионских поединков в 15 раундов стала обычной все изменилось в 1982 году после того, как чемпион мира по версии WB в легком весе Рэй Манчини нокаутировал обязательного претендента Ким Дук Ку в 14 раунде после чего Ким Дук Ту скончался и тогда WBC приняла решение о том, что длительность чемпионского поединка должна составить как раз привычное для нас 12 раундов и первым, кто провел поединок по новым правилам, был бой Ларри Холмса против Люсьена Родригеса, в котором Холмс победил единодушным решением судей в 1987 году руководство WBA и IBF также снизили количество раундов в чемпионских поединках однако формат 12 раундов был воспринят любителями бокса весьма агрессивно поскольку в 12 раундовых поединках появился результат ничья, когда в 15 раундовых поединках такого не было впрочем, ничейные результаты повлекли за собой делоги и трилоги, так что страсти постепенно улеглись и в завершении очень коротко о количестве раундов в карьерах боксеров обычно для дебютантов отведена дистанция в 4 раунда может быть и больше, но это уже зависит от достижений боксера на аматорском ринге и санкционирования боксерских организаций более длинной дистанции для дебютного боя далее боец должен пройти через 6 и 8 раундовые поединки постепенно выходя на дистанцию в 10 раундов и конечно же в дистанцию чемпионского боя но и тут окончательное решение принимает боксерская организация, либо местная, либо международная которая и санкционирует тот или иной поединок боксера в предстоящем уикенде нас ожидает 28 официально санкционированных вечеров бокса где состоятся 15 чемпионских поединков и только один бой будет носить статус боя за титул чемпиона мира и организатором этого поединка, как впрочем и ивента, который состоится в субботу вечером 31 июля выступит глава промоторской компании Матчрум Боксинг Эдди Хирн вернувший боксерские ивенты на лужайку позади своего дома Матчрум Файт Камп что в Брентоне, графство Эссекс В самом ивенте нам будут интересны поединки от Конора Бена впервые защищающего свой титул континентального чемпиона по версии WBA в полусреднем весе в противостоянии с мексиканско-американским тигром Эдрианом Гранадасом и тут никаких сюрпризов не ожидается так что победа Конора техническим нокаутом в средних раундах весьма предсказуема также мы увидим возвращение Авниил Дырыма после проигрыша Саулю Альваресу а также несколько чемпионских поединков, о которых стоит говорить уже после их окончания а вот в майн-ивенте мы увидим как 27-летний Джу Монстер Кан в третий раз будет защищать свой титул чемпиона мира по версии WBA в полулегком весе войдя в ринг против 32-летнего 14-го номера рейтинга левши Ли Вуда Ли Вуд очень хорош в техническом стиле, как на британского бойца это и передвижение по рингу, это работа джебом, где он вообще красавец а работа навстречу и в ответ одиночными ударами, а также сериями и комбинацией ну просто великолепно, добавим к его преимуществам уверенную защиту, прекрасный тайминг и работу по сторонам сайдстепами ну и добавим чайную ложку дегтя в бочку преимуществ Мёда Ли он не любит, когда его соперник держит удары, работает плотно и молниеносно, а также быстро на ногах и если посмотреть на поединки Кана, то он как раз неплохо умеет держать удары работать в среднем темпо-ритме, взрываясь большим количеством ударов да так, что в 12-м раунде может нанести полторы тысячи таковых и, конечно же, он хорош на ногах и тут стоит заглянуть за кулисы этого поединка за спиной Кана вытягиваются уши Оскара Далахоя который занимается делами Джу в Америке а вот во всей остальной части мира промоутером Кана является Лю Ганн из МакПауэрПромоушенс только вот в Америке что-то Оскар не слишком опекается своим подопечным чем Эдди Хирн и решил воспользоваться, предложив Джу хороший бой за хорошие деньги я сомневаюсь, что Канн согласился бы на этот бой если бы сомневался в своей работе, тем более за полтора миллиона долларов гонорара да и давайте положим руку на сердце Хирн Ливуда может пожертвовать для того, чтобы заполучить Кана а вместе с ним и китайский рынок бокса либо хотя бы часть китайского рынка бокса войдя туда с организацией боев вместе со стриминговой платформой Дозон как Эдди сделал это в Италии, Испании, Германии, Мексике, Таджикистане и Казахстане и если первая мысль приходит, что результат поединка может составлять 50 на 50 то при более детальном разборе понимаешь, что победа Джу Кана выгодна Хирну поскольку победа Вуда, ну что может Хирну-то дать? абсолютно ничего ну несколько долларов прибыли в противостоянии Вуда против Эдуарда Рамиреса из Premier Boxing Champions либо ветерана Асельма Морена, о котором мало кто вспоминает и пока мы можем сказать только то, что по нашему мнению поединок будет очень конкурентно способным и может продлиться все 12 раундов или же закончится в любом из постэкваториальных раундов если это будет победа нокаутом, то мы поставим на Вудса а вот если решением судей, то на победу Кана так что вот такой вот прогноз ну вот и все, что мы хотели рассказать вам в этом выпуске приглашаю каждого из вас находить наш канал The Ring Show на YouTube обязательно подписываться на него делиться нашими видео жать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех событий выбрав, получение всех уведомлений и конечно же оставлять свои комментарии и лайки ищите The Ring Show в пабликах и социальных сетях Instagram, Twitter, Telegram, Viber становитесь нашими друзьями на нашей странице в Facebook если у вас есть желание помочь нам в нашей работе будем чрезмерно благодарны вам давайте сделаем большое, великим вместе а то, как это сделать, вы можете узнать в первом закрепленном комментарии под этим видео также приглашаем вас заходить на наш информационно-аналитический ресурс theringshow.com, где вас ожидает много различной и интересной информации и конечно же ждем ваших писем на адрес нашей электронной почты theringshowsobaka.gmail.com и помните, где бы вы ни были и что бы с вами ни случилось все всегда будет во-первых, пахнет! по-вторых, пахнет! по-вторых, пахнет! Продолжение следует...